13 часов и 5 минут в Кирове. Продолжается наша программа. По-прежнему ведущая Дарита Пузлеева и Владимир Сметанин. Темы обращения с братьями нашими меньшими. Мы переходим к иной теме, не менее интересной. Она касается определенной категории, так скажем, официальным языком выражаясь, наших граждан. Эту категорию, я считаю, даже такой привилегированной, особенной. Не каждый решится этим заниматься, тем более в наше-то время. Мы сейчас будем говорить о мероприятии, которые устраиваются для вот этих людей. Я сразу задался вопросом, ну уж эти-то люди, они должны быть подкованы в том числе и в этих вопросах. У них все на зубок должно это все отлетать. Мне кажется, это бы отлетало на зубок, если бы не менялось со скоростью несколько раз в сутки. А ну этот факт, конечно, нельзя не учитывать, да тут безусловно. В общем, про правовой диктант для предпринимательского сообщества мы будем сейчас говорить вместе с нашими гостями. Ксения Шамова, координатор диктанта. Ксения, добрый день. Добрый день. И Татьяна Максимчук, основатель и руководитель специализированной компании «Бухгалтеры Ян». Татьяна, добрый день. Добрый день. Добрый день. Ну, Ксения еще и наша коллега тоже, ведущая передача нашей радиостанции. Не забывайте. Правовой диктант пройдет в нашем городе во второй раз в этом году. Ну, из таких общих условий мы знаем, что в этом году побольше городов-участников. То есть мы тут не одиноки, Киров не одинок в этом начинании. Давайте, вы как организаторы, Ксения, все орг-вопросы сейчас обсудим. Ну и, безусловно, одна из задач нашего эфира сегодня еще и пригласить, да, кто-то, возможно, из предпринимателей еще не знает, пригласить к участию, потому что регистрация еще возможна. Регистрация, во-первых, бесплатное мероприятие для предпринимателей, и на сайте legolask.me это можно будет осуществить. И там как раз есть карта, на которой можно посмотреть, в каких городах проходит. Ну, все бывает, может быть, кто-то в этот день будет и совсем не в Кирове, в этом городе. Я говорю, у нас такая география в этом году интересная, от Петрозаводска до Оренбурга, и от Сочи до Иркутска. Вот так у нас это происходит. Ну, конечно, и Москва, и крупные города, и у нас Кирове. В Кирове действительно это проходит второй раз. В этом году мы будем делать в красивом месте, это будет отель For Elements Киров, зал Эверест. И выбрали дату 4 декабря вообще по всей России, получается, эта дата с 12 до 14. Ну, возрастное ограничение, тут сразу проговорим, чтобы все контролирующие органы были спокойны. 16 плюс. Все верно. Так, сама идея, сама суть, в чем она заключается, откуда это все возникло, давайте еще раз проговорим эти вещи. Идейный вдохновитель Дмитрий Грец, он находится в городе Москва, и высшая школа экономики. То есть вопросы, которые будут встречаться, всего 60 вопросов по шести блокам, это реальные кейсы, это то, что, как вы вначале говорили, да, это то, что встречается вообще ежедневно в работе. Вот, просто кто-то с этим не сталкивался, а кто-то столкнется. И задача диктанта, сразу же так поясню, это не для юристов компаний, это именно для собственников, для HR-ов, для тех, кто ежедневно встречается с договорами, например, или с какими-то другими юридическими аспектами бизнеса. Вот, потому что не всегда можно быстро так спросить, а где-то ты тоже сам должен знать эти вопросы. Но вопросы... Но при всем при этом возможность проконсультироваться у штатного юриста или не у штатного, она всегда остается руководителем. Это обязательно, да. Но в любом случае, так как у нас все время меняется все, и очень быстро, и даже вот я в этом году посмотрела, какие вопросы будут, очень много связано, так скажем, с нынешними ситуациями. Поэтому интересно будет. Ну, перед нами есть небольшая подсказочка, то есть все вопросы будут разбиты, как вы сказали, на шесть блоков, их можно проговорить. Отношения совладельцев бизнеса, да, налоги, трудовые отношения, как перестать ненавидеть договоры. Да, мой любимый пункт. Интеллектуальная собственность, реклама и персональные данные, тоже очень важная ниша, и релокация бизнеса. Релокация бизнеса, это как раз, наверное, какие-то новые реалии. Это вообще новый блок. Релокация, то есть это изменение места, собственно, существования, да? У нас очень часто сейчас бизнес переезжает из региона в регион. Поэтому, соответственно, данные вопросы очень актуальны для бизнеса, и надо рассматривать их уже отдельно. Переезжает, в смысле, регистрируется? В том числе, да, и так. Ну, вот раньше это было в основном связано с какими-то преференциями налоговыми, скажем. А сейчас только это, или есть еще какие-то причины, я не знаю, кто-то решил перевести свой бизнес вместо потепления? Ну, судя по тому, что происходит в последние годы, и мы прекрасно же знаем, общаемся в наших эфирах с предпринимателями, да, многие жалуются на то, что в других, в соседних, в том числе субъектах нашей страны, более лояльные отношения со стороны контролирующих органов и налоговой службы, и так далее. В общем, эти вопросы тоже будете затрагивать. И еще там будут такие, я так затравочка такую сделаю, очень большой блок посвящен дистанционным работникам, то есть они жили, например, на территории и уехали. Насколько вообще взаимодействие потом это возможно? Вот эти вот моменты, они тоже будут. Давайте чуть позже вернемся к тому, что будет в этом году, об итогах прошлогоднего диктанта. Давайте, Ксения, поговорим. Вы такой подробный отчет уже написали, в интернете его очень легко найти, буквально я за пару секунд его нашел. Тогда меньше было и городов-участников, но суть была та же, тоже 60 вопросов, да? Все верно. Тоже по различным темам. Да, в интернете просто пишешь правовой диктант для предпринимателей в Кирове, и выходит вся нужная информация по данному событию. Было 60 вопросов и 6 спикеров. Татьяна как раз тоже была спикером. И, так скажем, живое слово может быть, да, такое, обратный отзыв от Татьяны можно чуть попозже узнать. А так, для предпринимателей, конечно, кто участвовал, кто-то открыто выставлял потом результаты, какие получили. Ну, я бы сказала, не самые плохие. Очень боялись, что если двойку получу, так в отзыве и писали. Я говорю, это не страшно, потому что результаты конфиденциальны. Потому что если вы сами захотите выложить, пожалуйста. А так приходит только участник, больше никто об этом не знает. Примерно, давайте берем 100 баллов, примерно набирали от 45 до 70. Вот в таком ключе. То есть, если переводить на ЕГЭ, это что-то там такие троечники, четверошники, получается, да? Примерно так? Ну, учитывая того, что с этим, наверное, вот так вот, чтобы вот сесть и досконально написать, мне кажется, это хороший результат по вообще всей России, честно. Тем более, учитывая, что впервые у нас проходило это мероприятие в прошлом году. А вопросы, они носят больше какой-то вот, ну, условно говоря, там, да, нет, пункт, правил, еще что-то. Или это действительно какие-то реальные кейсы, да, реально то, что происходило, и вот нужно разобрать, как задача, да, какая-то. Все верно. Это не из серии, в какой статье трудового кодекса написана какая-то. В какой строке, в каком абзаце. Да, это не про это, это, ну, неинтересно, на самом деле, взял, купил или скачал в интернете и прочитал. Ну, зачем? Это реальные кейсы. Чем и хорош правовой диктант, это уже такой опыт тех задач, которые были решены в течение вот этого года, например. Где-то что-то скорректировалось, чтобы было интересно в данном, так скажем, году, в данном месяце читать. И прилагаются варианты ответов. А я могу привести пример. Потому что в прошлом году, когда мы общались, мы общались перед диктантом, нам никто не рассказывал, какие будут вопросы. А я могу вот сейчас как раз провести, да, вот в этом отчете, таким вот, назовем, который Ксения опубликовала. Один из вопросов, вот он. Концепция магазина — это продажа товаров из переработанных материалов. Магазин хочет перестать выдавать покупателям бумажный чек после покупки, так как это лишний расход ресурсов. Сейчас, я думаю, многие из нас сталкиваются с этим, заходя в ту или иную торговую точку. Спрашивают, нужен бумажный чек. Я говорю, всегда нужен. Я знаю, всегда нет. Вместо выдачи бумажных чеков магазин хочет отправлять чеки в электронном виде на почту покупателям. Возможно ли это вопрос? И четыре варианта ответа. Нет, если покупатель пришел в магазин и сделал покупку, он должен получить бумажный чек. Второй вариант — да, но только если покупатель платит картой, а не наличкой. Третий — да, если магазин заранее узнал у покупателя его электронную почту и телефон, и получил от него письменное согласие на отправку чека по электронке. И четвертый вариант — нет, чек на электронную почту возможно отправлять только при оплате услуг. А в отношении товаров это не работает. Я вариант три выбрал. Да, если магазин заранее узнал у покупателя электронную почту и телефон, и это верный вариант. Да, это абсолютно верный вариант. И вот все 60 вопросов, они примерно построены в этом ключе. Ну, то есть кейс и варианты ответа. Вот как раз Татьяна в том году один из блоков зачитывала на диктанте. Да, как раз посвященным налогам. Было очень много... Я сама зачитывала, и сама же параллельно я проходила этот правовой диктант. То есть отмечали у себя на листочке. Да, 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 у нас тоже были листочки, и мы, соответственно, на них давали варианты ответов. Очень прям интересно, что это именно кейс. То есть я не то, что даже кейс, понимаете, это реально практическая ситуация, с которой вы все время можете столкнуться. А ведь для предпринимателя зона безопасности компании, безопасности юридической, налоговой, она очень важна. То есть это зачастую здесь на кону стоит бизнес. То есть это вы не просто там, допустим, маркетинг, да, но вложили там куда-то, ну, 100 тысяч, условно говоря, профит, доход не получили. Или если это не криминальный бизнес, где изначально нарушается все и вся. Ну, это я так. Это мы вообще не раз... В качестве шутки. Да, 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 да. Вот, соответственно, как бы здесь цена урока может для вас служить, условно, не эти 100 тысяч, да, а ваш бизнес. Потому что неправильно выбранная система налогообложения. Неправильно вы заключили какие-то уставы, да, прописали взаимоотношения с вашим партнёром. И даже в итоге у вас даже не то, что с вашим партнёром, а сейчас очень много про, когда бизнес у нас с вами забирают, скажем так, да. То есть и это истории-то уже все, наверняка, многие слышали. И это всё происходит, ведь, понимаете, юридически. То есть это происходит не то, что пришли с чем-то там. Для меня это всегда, правда, вот загадка была. Ты, когда смотришь такие истории, думаешь, как это могло произойти? Как это вообще могло произойти? В силу того, что не уделяли должного внимания юридической безопасности своего бизнеса, а в частности, очень плохое отношение к бумагам, к их составлению, к их прочтению, к их подписанию. То есть люди не хотят вникать в то, что считают сложным. У меня есть специалист, вот я ему плачу зарплату, он разберётся. Пусть он разберётся. Практически так всегда и происходит. От него всё и зависит. Так оно и есть в реальной жизни зачастую случается. Ну и надо же понимать, что ведь предпринимателями становятся зачастую люди изначально далёкие вообще от этого вида деятельности. Сколько мы знаем таких историй, примеров. Женщина, девушка была домохозяйкой, воспитывала детей, вдруг на неё что-то нашло. Буду-ка я заниматься бизнесом. И ведь занимается, и пошло-поехало. Что-то нашло. Что же это нашло на женщину с детьми, и что она вдруг решила заняться бизнесом. Ну, я же не говорю о каких-то там больших масштабах. Ну, вот есть ведь такой тоже пример, да? Которая была далека от этих всех правовых вопросов. Я бы даже сказала больше. Мы недавно проводили определённую рассылку среди предпринимателей Кировской области. И выяснилось, в том числе мы запрашивали данные, по сколько существует у них бизнес и какое у них образование. И вот выясняется, что больше половины у них либо гуманитарное образование, либо техническое. Больше, то есть превалирующее. Ну, причём бизнесы, они там 10 плюс, 15 плюс лет. То есть люди безэкономического, по большому счёту, образования. То есть, и, соответственно, у них как бы изначально нет тяги к цифрам, к подобного рода расчётам и прочему. Но, тем не менее, люди успешно ведут бизнес. Они вникают в это. Они разбираются в цифрах, они разбираются в своих правах, обязанностях. Понимают, что такое юридическая составляющая своего бизнеса. Поэтому, да, вы правы, очень много в бизнес идут без специального образования. У нас, к сожалению, не учат нигде на предпринимателе, понимаете? Но я не беру там вот где-то там МБА или ещё что-то, какие-то структуры. Я имею в виду, вот ты закончил школу. Обыкновенный университет, да. Да, и вот у тебя выбор. Вот ты можешь пойти на архитектора, ты можешь пойти на инженера, можешь пойти на предпринимателя. Причём, для примера, например, за рубежом, это обычная практика, когда люди как раз получают дипломы предпринимателей. Их учат быть предпринимателями. А у нас это всё несколько стихийно. То есть в плане именно образования, то есть, да, кстати сказать, у меня профессиональное образование. У нас есть управление на предприятии, вот что-то такое. Есть какие-то такие курсы. Ну, это, наверное, одна из составляющих, эти навыки, да, которые тебе понадобятся в предпринимательской деятельности. Я экономист-менеджер ещё старых там выпусков, но нам чуть-чуть там преподавали прочее, но нам не преподавали, например, там предпринимательское мышление, да, нам не преподавали как продажи, там, маркетинг отдельный, ещё что-то. То есть какие-то блоки связаны с управлением, то есть с экономикой и с управлением, а именно с предпринимательством, с извлечением прибыли из своей деятельности, этому нигде не учат. Ну, именно вот в плане вот прям образования профессионально, я профессиональный предприниматель. Ну, это ведь одна из основных задач действующего предпринимателя, постоянно заниматься самообразованием, стремиться познавать что-то новое, постигать теорию, практика и так далее. Без этого успешного результата не будет, насколько я понимаю. И в том числе предпринимательское сообщество этим занимается, то есть поддерживает таких же, как они, более молодых и так далее. И вот этот правовой диктант, его можно рассматривать в качестве, да, действительно такого обучающего момента. Ну, вот смотрите, да, можно уже как-то оценить, сколько людей в прошлом году приняли участие и по количеству регистраций уже в этом году? То есть насколько люди стремятся как-то образовываться? Ксения? У нас, я могу сказать только, что у нас максимум это 50 человек. Поэтому в том году было 50, и в этом году 50. А, то есть лимит такой, да? Мы ограничены только залом. Можно, но... Перевести в онлайн формат. Хочется, вот знаете, живое такое общение, потому что достаточно много онлайн-технологий, и в этой истории, во-первых, ну, с одним предпринимателем разговаривали, он сказал, ну что такое правовой диктант? Вот двумя словами. Я ему рассказываю, рассказываю. Ну, а как о своем любимом, да, дети еще не рассказать? Он говорит, ну так это же просто знание и знакомство. Я говорю, точно. Хорошо. Если у нас 50 человек, там 50, тут, скажем так, конкурс на место. В прошлом году и в этом году. То есть все ли получили желающие место, или все равно кто-то остался за бортом, потому что не поторопился? Все верно. Очень сложная история – это зарегистрироваться. Это же, ну, согласитесь, да, это надо целую минуту потратить. Тоже какие-то вопросы? Зарегистрироваться. Я вижу на упомянутом вами сайте кнопку «Зарегистрироваться», и все, видимо, дальше. Там надо написать фамилию, имя, отчество. А там сразу кейс, наверное, какой-нибудь нужно решить. Фамилию, имя, отчество, город, который ты выбираешь. Выбираем мы Киров, и участие очное. Вот, на самом деле, вот эта вот история, что надо дойти, потому что, ну, мы же понимаем, у всех есть желание, у всех есть намерение, а сделать шаг вперед – это всегда довольно непросто. Ну, время нужно выделить, да, и свой год. Да, вот. А в других городах, возможно, знаете, да, там, ну, условно говоря, если бы я прям очень хотела попасть вот на правовый диктант, но в Кирове всего 50 мест, возможно, у соседей 150 у кого-то, куда-то съездить можно. Да, география большая, 21 регион. Если, например, предприниматель в командировке, он действительно может обратиться к коллегам и, например, там поучаствовать и пройти. Договорить. Вопросы по регионам как-то отличаются или они одинаковые? Они едины. Они едины, потому что разрабатывалась высшая школа экономики, и вот они у нас будут выводиться и на экран, люди будут читать эти вопросы. И, кстати, у нас же новая технология, кто же говорил, раньше все на бумаге заполняли и галочки, потом вручную считали ответы. А сейчас будем скачивать QR-код и отмечать там уже результаты. То есть даже наши спикеры уже смогут не только там свой блок, да, где-то примерно так сориентироваться, но и вообще весь диктант уже ответить. То есть вы никоим образом, вы как организаторы мероприятия непосредственно в Кирове не имеете отношения к составлению этих вопросов? Нет. Вот эти вопросы пришли, поступили. Судя по прошлому году, были, возможно, ну, я так предполагаю, жалобы, чтобы, мол, вопросы как-то оторванные от жизни какие-то были. Ну, не жалобы, да? Или, может быть, какие-то некорректные какие-то вот, да. Есть, был один вопрос, по-моему, связан с метро что-то было. А, ну, метро в Кирове нет, да. Поэтому вот только этот момент. А так я перед... Нам скидывали вопросы посмотреть, где-то, может быть, какие-то корректировки добавить, может, еще что-то. И я могу уже сейчас сказать, там большие блоки будут связаны с ОООшками, с ЭП, с самозанятыми, да, статусом с этим, с дистанционными работниками. Если говорить о сфере деятельности, и кафе, и автосервисы, и очень крупные компании, и связанные с инвестициями в бизнес. То есть, как урегулировать эту историю. В общем, темы-то такие одни из самых-самых актуальных и вот животрепещущих на сегодняшний момент. В том году вопрос был насчет вообще фотосессии. Ну, все же выкладывают своих сотрудников на сайт. Мы отмечаем 20-летие, ура, привет всем, да, и дружный коллектив. И тут много вопросов возникает, то есть, если мы хотим, так скажем, в правовом поле это рассматривать. Поэтому такие кейсы действительно не оторваны от жизни, они интересны. А что там не так с фотографиями-то, я так и не понял. Ну, и не можешь просто взять, сфотографировать лицо человека и выложить. Да, нужно обязательно согласие работника на размещение. Даже неважно, если у вас висит доска почета, у вас должно быть обязательно согласие на обработку его персональных данных. А я думал, это только в отношении детей используется. Нет, это у нас вообще персональные данные, это очень плотно вошли в нашу жизнь. Просто, скажем так, еще не все достаточно уделяют ему времени. Я бы даже сказала, что вот эти вопросы, это не только ведь проверить ваши знания, что вы знаете, вытащить из вас, но и посмотреть, на какие вообще ситуации-то бывают. И, возможно, да, задуматься. То есть, если вы увидели такой вопрос, у вас сразу как у предпринимателя загорается красный огонечек. Так, то есть что-то нужно делать. Что нужно делать, я уж там правильно-неправильно ответил, другой вопрос. Но получается, взял себе на заметку узнать сразу, что это такое, какие штрафы и прочее. А штрафы за нарушения в сфере обработки персональных данных очень большие. И много вообще таких вот озарений по итогам прошлого правового диктанта у людей было? Вот-вот тоже хотел перейти к этому вопросу. Все равно наверняка после там общались, люди подходили и говорили, что? И что они предпринимали для того, чтобы подтянуть, возможно, свои знания? Не знаю, они уволили своего старого юриста в тележфтатно. Слушай, я тут узнал, да? Да, я тут узнал, что ты вообще полный лох. Да, буду-ка я брать нового человека. Ну, в основном, наверное, довольно-таки осознанные товарищи доходят до правового диктанта. И у них нет задачи потом разогнать штаб. А есть какой-то момент скорректировать действие. И я такой замер делаю. Те отзывы, которые люди потом пишут в соцсетях. Ну, вот, скрины есть. И действительно так интересно получается. О, точно! А я даже и не знал, что так это вообще трактуется. То есть, ну, такая возможность задуматься. Мы ведь не говорим, вот, например, сейчас с Татьяной, что вообще у каждого это может произойти, эти кейсы, там, 60 вопросов у вас, да? Не об этом. Это о том, что посмотреть, о, тут я даже и не додумывался, что вот тут может быть такая история. Я думаю, тут все точно нормально с этим. Ну, вот, если мы говорим, да, что правовой диктант, это в первую очередь история не для юристов, а для собственников бизнеса. Вот по прошлому году только были люди, да, кто не ограничен, так сказать, у кого в полномочия не входит юридическое сопровождение. Или все же кто-то отправлял своих юристов подтянуть там свои навыки? Тут не только для предпринимателей, это для тех еще, кто встречается вообще с юридическими договорами ежедневно. То есть это может вообще быть HR-служба. Или исполнительный директор, например. То есть когда не собственник саморуля, но исполнительный директор или операционный директор, который непосредственно, возможно, работает с какими-то моментами и, соответственно, пересекается по этим вопросам. Который погружен в ежедневные, собственно, процессы. Конечно. И тогда предпринимателю даже интересно послать своего исполнительного директора, так, а мне потом, пожалуйста, результат предоставь, потому что вопросы потом открыты, ответы тоже, соответственно, после результатов будут. Соответственно, можно также проверить уровень своего непосредственно человека, который в том числе делегированы вопросы налоговой безопасности, юридической безопасности. А как он, может быть, он вообще ничего не знает. А вот правильные вопросы, они разбираются тут же, потом просто можно их где-то посмотреть, если захотелось их обсудить, да, то есть, или, условно говоря, человек знает, что это правильный, да, ответ на вопрос, но ему хотелось бы какое-то документальное подтверждение, что это правильный ответ, то есть какие-то отсылки к законодательству, возможно. Спасибо. То есть вот это все как оформлено. Да, спасибо, Дарья. Вот мы в конце диктанта выдаем вот такие книги. И тут на все блоки написаны ответы. То есть он уносит с собой и знания в том числе. Вы хитро поступаете, не перед диктантом раздаете, а после, да, с таким посылом. А вот теперь прочитайте, как правильно, да, уважаемые. Да, в анонсе есть, это мини-книжка с 60 полезными тезисами для предпринимателей и сертификат с результатом. А, сертификат все-таки будет, да, то есть документ, который удостоверяет, что человек прошел через эту процедуру. А есть ли возможность, ну, опять же, обращаясь к прошлогоднему опыту и к результатам прошлогоднего диктанта, вы сказали, от 45 примерно до 75 баллов. А была возможность посмотреть, а где вот наименьший балл, по какой теме, то есть вот какой блок вызвал наибольшую трудность у участников диктанта. Анализировали на этот счет? По блокам, наверное, вот сейчас я вам... По блокам, по-моему, не было. По-моему, сумовое было, да, да, да. Там было на листах, то есть там галочки ставили, то есть анализа не было, где какой блок менее популярен по знаниям. Ну, я когда отвечала, я чувствовала уже, в каком блоке, я начинаю просаживаться вот так, уже понимаю, что что-то я уже знаю, возможно, поменьше. То есть это было много вопросов, связанных с юридическими вопросами. Когда у тебя партнер в бизнесе, то есть так как у меня как бы... В принципе, я не задеваю этих вопросов, у меня нет партнера, поэтому я как бы глубоко туда не погружалась, а увидела, насколько глубоко, оказывается, могут зайти юридические вопросы в этом плане. А по отзывам, так вот, коллеги, да, кто тоже, возможно, признавался, что какие-то темы были тяжеловаты? Я уточнялась, у меня там были, в частности, много знакомых предпринимателей, вот они сказали по блоку налоги, в частности, мы, естественно, диалог в этом формате велени такие, ой, как интересно, я вот этого не знала, что, оказывается, вот это надо делать. Я такая, ну, очень приятно, когда поднимается грамотность по налогам, по праву среди предпринимателей, это очень приятно общаться, вот, когда с человеком ты можешь говорить прямо вот как с коллегой по бизнесу, там, по бухгалтерии, да, у которой вот подкованные предприниматели. Вот, Татьяна, правильный момент сейчас затронула. У нас 30 секунд, да. И Олег тоже в том, Кассиан Олег тоже говорил, что мы учим не то, что вы сами должны разбираться в этом хорошо, мы такую подготовку делаем в общении с нами, потому что когда все-таки немножко на одном языке общение происходит, это намного легче. Я напоминаю, что говорим мы сегодня в нашей передаче о правовом диктанте для предпринимателей, который пройдет в нашем городе 4 декабря. Еще раз чуть позже напомним конкретная дата, место, время. А в гостях у нас Ксения Шамова, координатор диктанта, и Татьяна Максимчук, основатель и руководитель специализированной компании «Бухгалтер и я». Продолжаем дневной разворот. Ксения Шамова и Татьяна Максимчук у нас в гостях. Говорим о приближающемся правовом диктанте, который в Кирове пройдет уже второй раз между тем. И к спикерам. В прошлом году... Шесть блоков, шесть спикеров, да? Все верно. Так понимаем, да. В прошлом году спикеров в секретике держали, в этом году? В этом году я уже смело могу сказать, кто будет пять, кто будут те ярких пять спикеров. Все смущаются слова, когда я говорю спикер-диктатор. Ну, диктатор от слова. Ну, руководитель-диктатор тоже и бывает. Диктор. Это тот человек, который будет зачитывать определенный блог. Сегодня в студии у нас как раз Татьяна Максимчук. Давайте уже скажем, за какой блог будет Татьяна отвечать. За блог? Можно выбрать сегодня. Налоги. Наверное, налоги. Мои любимые налоги. И кто у нас подтвердил уже участие из спикеров? Это Елена Вербицкая, Илья Сагаев, Андрей Воротников и Наталья Форд. Шестого спикера буду держать в секрете. То есть интрига какая-то все равно сохраняется. Перечисленные люди все имеют непосредственно отношение к Кирову. Да. А с чем связано, что пока не раскрываете имя шестого участника? Это будет прям какая-то вау-вау-персона или с чем это связано? Ну, хоть такую интригу подвесить хочется. Вот хочется, да, всегда же хочется какую-то интригу, да, чтобы у людей не сразу же выложить все карты, а ставить действительно интригу. А вообще еще интересный будет момент. У нас будут интересные стикер-паки. Это такие наклеечки на телефон, на компьютеры с креативными фразами. Я вчера клич кидала насчет как раз юридических аспектов бизнеса, и мне много чего интересного накидали. Фразами великих или фразами родившихся у кого-то? Родившихся у кого-то и великих. А, великих. Великих с юмором, назовем это так. Ну, конечно, да. В предпринимательской деятельности без юмора тоже, я думаю, зачастую не обойтись. На секундочку, коллеги, прервемся. Да, пожалуйста, наушники. Дмитрий Гриц, директор Центра проектного взаимодействия бизнеса и права Высшей школы экономики. Адвокат Дмитрий, добрый день. Здравствуйте. Да, Дмитрий, хотим поговорить, еще раз напомнить жителям города, предпринимателям Кировским, о том, почему важно поучаствовать в этом правовом диктанте, что он даст, какие возможности, на что укажет. Вот давайте вас хотелось бы послушать в этом отношении. Нам кажется, что правовый диктант – это не какой-то акт самобичевания, что вот я сейчас пойду, напишу что-то, и я совершенно ничего не знаю. На самом деле правовый диктант – это способ задуматься над тем, а что у меня в бизнесе, на что я не обратил внимания, когда его делал. Или я вот сейчас делаю бизнес, а что-то я вообще не задумывался о том, что у нас с интеллектуальной собственностью, или с какими-то договорами, или с самозанятыми и прочими аспектами. И проводить так – это просто такое напоминает некоторый триггер, над которым ты просто задумываешься о том, а все ли у меня в порядке в бизнесе. И если что-то не в порядке, то я лучше сейчас это исправлю, чем потом эта ошибка будет стоить мне миллионов рублей. Вот поэтому это такой способ диагностики собственного бизнеса через какие-то собственные знания. Вот я бы так это назвал. Дмитрий, как составлялись вопросы? Что пытались больше охватить? То есть какие-то базовые понятия? Или больше погрузиться в окружающую действительность? То, что какие-то болевые точки, которые непосредственно вокруг нас в этом году, в следующем? Мы сегодня, мы сделали, ну, как бы на этот год, мы сделали абсолютно новый набор вопросов. Он не повторяется с прошлым годом. Поэтому, кто писал в прошлом году, обязательно приходите в этом. Это не повторяющийся, мы каждый год делаем новое. Как мы выстраивали вопросы и о чем писали? Мы взяли и посмотрели все тренды, которые существуют сейчас в области какого-то права регулирования бизнеса. Например, про релокацию бизнеса. У нас прям есть отдельный пул вопросов, отдельный блок, которого не было в прошлом году, потому что он был не так актуален. Но в этом году у нас отдельный есть блок про релокацию бизнеса. Есть отдельный блок про персональные данные, потому что в этом году произошло такое значимое изменение по поводу персональных данных и рекламы и прочих разных вещей. И поэтому вопросы не базовые и не просто, знаете, которые повторяются из года в год. Они как раз суперактуальны здесь и сейчас на 2022-2023 годы. Дмитрий, такой еще интересный вопрос. Представляя вас, мы упомянули, что вы еще и адвокат. И наверняка в своей адвокатской деятельности вы защищаете, как это принято говорить, предпринимателей. На основе вашего опыта, ваша оценка, ваше мнение по поводу правовой грамотности существующих предпринимателей. Все хорошо, все плохо, есть над чем работать или зря предъявлять какие-то серьезные претензии. Уровень, на ваш взгляд. Да, мне кажется, что не стоит требовать от предпринимателей, чтобы они были юристами. Я думаю, что каждый должен делать свою работу, но я думаю, что предпринимателям лучше все-таки хотя бы немного ориентироваться в базовых, по крайней мере, направлениях правового регулирования бизнеса, потому что они же заказчики у юристов. Ну, то есть, чтобы быть нормальным заказчиком, тебе нужно поставить нормальную задачу. Чтобы поставить нормальную задачу, нужно хотя бы немного ориентироваться. Поэтому, с моей точки зрения, я никогда не подходил оценочно к тому, сколько они знают или сколько они знают. Скорее была ситуация, что, Дмитрий, знаете, я открыл бизнес, но я на это не обращал внимания. И нет никакого смысла вызывать стыд у этого человека. Но он не обращал на это внимания, и все, это же факт. Что нам с фактом делать? Но мы можем только в будущее посмотреть. И мы можем как бы человеку сказать, слушай, ты вот открыл себе международные счета. А подумай над тем, а что тебе нужно здесь в России сообщать о том, что у тебя есть международные счета, или что не нужно сообщать, и какие у этого будут санкции и штрафы. И вот об этом мы хотим как бы подсветить эту действительность. У меня сейчас интересная мысль родилась. Мысль о том, что вам ведь юристам по большому счету и не нужно, чтобы предприниматели были исключительно грамотными в правом смысле. Потому что вы без работы можете остаться, да, в конце концов? Это, ну, в целом это очень как бы понятная мысль. И, наверное, большинству таких юристов, которые, как бы это сказать, которые ищут работу, наверное, такая позиция. Но на самом деле, и много юристов, которых я знаю, придерживаются моей точки зрения, что элементарные вопросы, ну, которые, если ты будешь их помогать решать, как юрист, ты просто профессионально будешь деградировать. Так вот, элементарные вопросы, на самом деле, решаются на уровне секретаря или ассистента, владельца бизнеса. И было бы неплохо эти элементарные вопросы знать, и само собой разумеющимся, ну, там, не знаю, что акты подписываются по каждому из договоров, например. Что договор не считается исполненным, пока не подписан какой-то акт. Это какая-то, ну, супер банальная, супер элементарная вещь. А в целом правовая грамотность на самом деле важнее. Вот представьте, что каждый из нас знает, как ухаживать за собственными зубами или собственным телом, за здоровьем. Мы чуть-чуть узнали, у нас провели, проводят какие-нибудь ежегодные диктанты по нашему состоянию здоровья, по цвету кожи, не знаю, по, там, цвету тесен, да чего угодно. И как только мы начинаем погружаться в это, то меньше работы, там, у врачей не становится. Наоборот, наш фокус внимания смещается на то, что, слушай, окажется, за здоровьем нужно следить. Потому что юристы же, они же не конкурируют не за то, чтобы между собой кто-то имеет знания, а кто-то не имеет знания. Юристы конкурируют с русским «авось», с русским «а не буду я ничего делать», с русским «да пофиг», как это, строгость законов. Компенсируется необязательностью их исполнения. Вот с этим всем. Потому что сейчас система все жестче начинает регулировать всю эту ситуацию. И людям кажется, я возьму картинку из интернета и буду ее использовать у себя на сайте. И ничего за это не будет. А потом ему приходит иск на миллион рублей. И он такой, ох, черт. Ну, а как бы он мог не ставить под риск миллионного штрафа, не знаю, потратив 20 тысяч рублей на поиск нормальной лицензии картинки и купив эту картинку. Или 10 тысяч рублей. Поэтому, ну, здесь все относительно. Дмитрий, еще один вопрос. Кому бы вы, возможно, посоветовали в первую очередь прийти на этот диктант? Я не знаю, начинающий предприниматель, предприниматель уже с большим, солидным опытом? Или, может быть, бизнесмен, работающий в какой-то определенной сфере? Либо это абсолютно вот такая большая, дружная такая масса, которой бы, вот, надо бы, не помешает, в общем, посетить? Мне кажется, что с разными целями разные люди могут пойти. То есть, я думаю, что начинающие предприниматели или люди, которые вообще планируют делать бизнес, они точно могут войти просто за знаниями, потому что из этих 60 вопросов и из тех брошюр, что они получат на руки, супер много полезного, они сами себе заберут. Это первое. Второе, за нетворкингом и за какими-то знакомствами могут пойти уже действующие предприниматели, которые, во-первых, друг с другом познакомятся, во-вторых, познакомятся с теми, кто будет читать этот диктант, потому что читают диктант чаще всего действующие предприниматели, не юристы, они яркие предприниматели твоего города, и ты, собственно, с ними можешь уже взаимодействовать, познакомиться. Это какой-то повод и какая-то общая тема. А вот мы были с вами на правом диктанте, вот классный был вопрос, вот такой, все, завязали разговор. Поэтому, мне кажется, что с разными телями, с моей точки зрения, если вы действующий предприниматель, я бы на вашем месте отправил там какого-нибудь своего операционного директора или управляющего, бухгалтера, да и юриста на всякий случай тоже отправил, просто чтобы не знали их проверить, а чтобы они еще раз посмотрели, а все ли они в бизнесе учли. Спасибо, благодарим вас. Дмитрий Гриц, директор Центра проектного взаимодействия бизнеса и права высшей школы экономики, адвокат. Ну, в общем, как сказала Ксения, знание и общение, знакомство, знание и знакомство. Мне кажется, как минимум, да, то есть этот факт, что руководитель предприятия обладает определенной правовой грамотностью, как минимум, облегчает диалог между юридической поддержкой и самим предпринимателем, потому что нередко, я думаю, каждый из нас там в своей жизни сталкивался, когда ты пытаешься объяснить человеку, ответственному, да, за какие-то вещи в области, ну вот банальные вещи, и человек, который вроде бы за это отвечает, но мало в этом понимает. И вот приходится начинать с каких-то азов. Аксения, вообще, если немножко расширить границы, да и Татьяна тоже, если говорить не только об этом диктанте правовом, вообще, насколько у нас явно потребность у кировских предпринимателей к обучению, к рефлексии, да, к обдумыванию своих действий, к получению новых знаний, навыков? Как вы оцениваете? Запрос есть. Есть ли запрос вообще? Однозначно есть запрос, да-да-да. То есть любой предприниматель, который хочет развивать свой бизнес, который хочет масштабировать, открывать, возможно, новые виды бизнеса и прочее, сейчас уже, в принципе, у нас среда диктует то, что мы находимся с вами в таком пространстве, где мы постоянно чему-то учимся, у нас постоянно какие-то новые вводные данные. Что-то происходит, что-то меняется. Не одно, так другое происходит. И постоянно приходится вот эту гибкость мозга испытывать на прочность. Поэтому, соответственно, и люди понимают, что если я сейчас что-то не узнаю, либо я с чем-то сталкиваюсь, я это не знаю, они начинают обучаться. Мы живем в такое время. Ну вот смотрите, да, еще одну важную вещь Дмитрий затронул, на мой взгляд, нетворкинг, да. Это вот то, про что сейчас говорят, что это двигатели вообще всего, любого там предпринимательского движения. То есть если ты хочешь выйти на новый уровень, если ты хочешь что-то изменить, вот нетворкинг твое все. Насколько кировский предприниматель готов вообще, да, к общению, к открытости? Или все кругом конкуренты? Человек к человеку, враг, волк и соблезубый тигр? Если позволите мне, я часто посещаю… Нетворкинг – это вообще залог, я бы сказала, качественно успешного развития бизнеса, потому что можешь пообщаться напрямую, например, с своими клиентами. Я работаю B2B с бизнесом. Можно завести себе новых партнеров, кого-то, поставщики, возможно, там, программного обеспечения, если про свой бизнес, либо еще что-то. Очень много интересных коллабораций рождается на подобных родных мероприятиях. И, например, вот за свой бухгалтерский бизнес, я хочу сказать, у меня даже есть фотографии в соцсетях, мы с моими коллегами по бухгалтерскому занимаемся точно таким же видом бизнеса. Мы очень тепло встречаемся на подобного рода мероприятиях, постоянно делаем совместные фото. Для нас это нормально. Мы не конкуренты, прям конкуренты. Мы все готовы, открыты к общению, и это хорошо. Поэтому нет, там именно царит, знаете, такая атмосфера. О, вот с ним мне нужно познакомиться, потому что я думаю, что у нас могут быть совместные проекты. Такой уже. Меркантильный, да, что называется. Интересно. Ксения, не забывайте этот вопрос. Прокомментируйте обязательно. Да, а сейчас мы пообщаемся с... Олег Касин, у нас на связи, управляющий партнер международной юридической компании. Касин и партнер, Олег, добрый день. Добрый день, господа. Да, Олег, приветствуем вас в нашем, как обычно, прямом эфире. Говорим мы о правовом диктанте, который пройдет у нас в городе 4 декабря. Ваше слово. Хотелось бы, чтобы вы свой вклад сделали и донесли, постарались вот таким простым языком предпринимателям, почему это важно, нужно побывать, пройти это испытание, и что в итоге, собственно, участник получит. Как вы на все это смотрите? На самом деле переоценить важность этого мероприятия крайне трудно. Это мы знаем по опыту. В прошлом году у нас это мероприятие прошло, что называется, на ура. Предприниматели и лица, планирующие заниматься предпринимательской деятельностью, были весьма довольны. И это все правильно, потому что человек, который либо уже стал предпринимателем, либо только планирует начинать быть предпринимателем, встает на весьма опасный и скользкий путь. И без знаний, хотя бы базовых, правовых, ему в своей деятельности придется очень трудно. Это мы точно знаем, потому что очень часто участвуем на стороне предпринимателей и в судах, и в проверках контрольно-надзорных органах. Поэтому залог успеха предпринимателя, как экономической единицы, и его безопасность, в том числе и человеческая, как физического лица, весьма зависит от его правовой подкованности. Поэтому базовые знания должны быть точно у каждого предпринимателя. А вы же прошлогодний диктант проходили? Да, конечно. Поделитесь результатом своим. Ну или впечатлением хотя бы, если не хотите результатом. Так как я был спикером, то результат, понимаете, я не на все вопросы мог отвечать. И на те вопросы, на которые я отвечал, у меня получился, конечно же, он неплохо, скажем так. Разглашать свой балл не буду. Это является условием проведения предпринимательского диктанта. И ни один участник не будет опубличен. Я пользуюсь вот этим правом и скажу, что знания мои на высоте, но, к сожалению, не полностью... Квастаться не хотите, да? Да. Олег, а как вообще, как практикующий юрист оцениваете уровень правовой грамотности наших предпринимателей? С какими проблемами они в юридическом смысле сталкиваются? Возможно, есть какие-то вообще элементарные, банальные, непоявящие ошибки, которые предприниматели совершают? Или все-таки это уже такая тематика, ну, достаточно сложная, и прямо разобраться в ней, во всех ее нюансах действительно много усилий надо прикладывать? Основная масса проблем с чем связана, на ваш взгляд? Ну, на самом деле, так или иначе, любой предприниматель с каждым годом становится все более и более вольно или невольно юридически грамотно. Ну, слава богу. И некоторые предприниматели, ведущие достаточно обширную предпринимательскую деятельность как по времени, так и по географии, знают даже больше некоторых юристов. Но самая главная ошибка предпринимателя – это надеяться на авось и не изучать, не читать документов, которые он подписывает. Либо не готовится к сделке, которую он заключает. Ну, в любом случае, в любом случае, всегда можно, и я бы даже сказал, нужно обращаться к специалистам своего дела. Потому что так глубоко, как это понимают права юристы, ну, наверное, пожалуй, за это им и платят. Сами понимаете, когда мы идем к доктору, мы же выбираем не самолечение, и точно так же и здесь, в предпринимательской деятельности. Хотите спать спокойно, желаете быть в безопасности, работайте с проверенными качественными юристами. И бухгалтерами. И бухгалтерами, да. Ну, вот опять же, сравнение со здравоохранением, с медициной, да, это как твое собственное здоровье и здоровье твоего предприятия. Спасибо, спасибо, Олег Кассин, управляющий партнером международной юридической компании «Кассины партнеры». Ксения там еще хотела реплику свою вставить по поводу вопроса. Так, у меня уже выпало из головы, на чем мы там остановились. Татьяна все верно сказала, что, мне кажется, вот сильная позиция тех компаний, которые не считают, что это мой конкурент, я к нему никогда не подойду. Таких, на самом деле, становится меньше. И нет ничего лучше. Ну, это же такие истории, которые, ну, почему не поделиться? Ты же не клиентской базой делишься друг с другом, правильно? И поэтому, когда ты можешь там с кем-то пообдумать, с кем-то поговорить на одном языке, мне кажется, вот это сила каждого и происходит. Сила каждого предприятия, сила каждого директора и вот той отрасли, в которой он находится. По спикерам мне хотелось бы еще немного поговорить. Спикеры как-то где-то утверждаются. Они только в Кировской области выбираются. Если только у нас, то как вообще подходили? Или это личные договоренности организаторов. Или кто-то желаний. Вот Ксения напрямую обратилась к человеку, вот к Татьяне. Да, Татьяна, вы будете ввести секцию? Пожалуйста. Да, так, наверное, и происходит. Ну, мне кажется, Татьяна тот человек, который профи и вот те люди, которые будут на диктанте, зададут вопрос, Татьяна легко что-нибудь да расскажет. Поэтому тут, наверное, нет такого, что вот эти, вот, так скажем, шесть ярких спикеров и только они яркие спикеры. Это для меня лично очень такие, для меня дорогие, уважаемые люди. Я так называю. А, кстати, я посмотрел, да, вот еще сейчас раз взглянул на список блоков отношений со владельцев бизнеса, налоги, трудовые отношения, договоры, интеллектуальная собственность, персональные данные, релокация бизнеса. Эти вопросы-то все, на мой взгляд, вот они внутри бизнеса, да? А где вторая сторона? Какая? Клиентура, вот, собственно, бизнес же, он не существует без клиентской базы, да? Это же у нас... Да, это будет тема дальнейших каких-то, возможно, диктантов. Вы имеете в виду маркетинг, продажа, выручка и прочее? Соблюдение прав, в том числе потребителей и так далее. Это к тому, что клиент всегда прав? Там есть кейсы, связанные с клиентами, там даже есть такой вопрос, что если сотрудник ушел и забрал клиентскую базу, и так далее. То есть, на самом деле, вы очень точно попали, такие вопросы есть. Ну, ведь у всех этот страх и риск есть, давайте честно говорить. Поэтому, как Дмитрий говорил, как Татьяна и как Олег, мы все об одном говорим, да, что вопросы живые. То есть, в любом случае, тот, кто придет, он пользу получит. Немного времени у нас остается. Проговорим, наверное, да, еще раз. Время, место, есть ли возможность еще записаться. Где зарегистрироваться, где получить более полную информацию об этом. Это будет проходить у нас в городе Кирове. Очно, опять же говорю, не онлайн-формат, это очно. Обязательно зарегистрироваться. Регистрация нам нужна для того, чтобы мы понимали, сколько человек, а не для того, что мы хотим там загрузить, например, чтобы вы потратили лишнюю минуту на это. Проходит регистрация на сайте legalask.me, но я думаю, что где-то у нас в постах будет эта ссылка, поэтому можно будет пройти. 4 декабря с 12 до 14 часов в центре города. Это район цирка, отель «Фо Элемент Скиров», второй этаж, зал «Эверест». В 12 часов уже начало? Начало, то есть я рекомендую хотя бы за 15-20 минут, чтобы не спешить никуда. Я за то, чтобы не спешить и уже начинать общение до самого мероприятия. Ну вот по поводу общения, после того, как оно пройдет, уже можно будет пообщаться более как-то в неформальной обстановке, возможно, какие-то личные специфические вопросы задать по поводу каждой своего бизнеса. Потому что не выгонят ли всех сразу последить? Да, зашли, написали, вышли, все, до свидания. Всегда можем продолжить на первом этаже. После вкуса и будет, да? Да, да, да. Поэтому все в таком, ну, в лайтовом в плане никуда мы не торопимся. Это выходной, кто-то мне сказал, Ксения, а если все на сноубордах будут в этот день? Это, кстати, воскресный день. Да, это воскресный день. Я всегда говорю, ну, учитывая того, что, да, действительно снег есть, может быть, но это можно сделать после двух часов. И еще раз так хочется уточнить, это мероприятие, оно не требует присутствия каких-то там официальных лиц, не знаю, госорганов и так далее, какого-то их одобрения. Это чисто вот такая предпринимательская тусовка, да, по большому счету. Это предпринимательское сообщество, поэтому, да, там предприниматели, там предприниматели. Места еще есть? Ну, Вова правильный вопрос задал, потому что многие люди, я знаю, не любят все вот... Ну, быть причастным к чему-то официальному там, да, вот знаете, там... Сначала речи, когда какие-то присносят. Там торжественные и так далее. Поэтому я поняла вопрос его. Речь я произнесу. Я хочу открыть это мероприятие. Места есть еще? Места. Я всегда говорю, я тот человек, который делает мероприятие, и я всегда найду в любом случае. Я могла бы сказать, как обычно маркетологи любят говорить, последнее только место, только сегодня. Я не буду так говорить, потому что мне каждый важен человек, и поэтому я в любом случае буду искать варианты так, чтобы люди пришли и было комфортно. Слушайте, а вот получить вот эту вот мини-книгу, эту возможность будут иметь только участники непосредственно? Все, дальше она не пойдет уже никуда. Все верно, это только участники. Ага, то есть 60 избранных ее только получат. Ой, фу, простите, 50. И там будет даже спецпредложение от компаний интересное. И только это в книге. Я даже нигде об этом не пишу. Вот так вот, успевайте зарегистрироваться. Желаете добавить что-то еще? Нет, я приглашаю прийти. Я думаю, что это будет душевно среди предпринимателей, пообщаться с коллегами, потом обсудить какие-то узкие места в бизнесе, кому что было интересно. Цель не напугать, цель заранее подготовить. И просто посмотреть со стороны на свой бизнес. И как вообще это может быть. Не более. Да, и вполне возможно, ведь вопросы, которые будут присутствовать в этом тесте, они будут являться основой для какой-то дискуссии, возможно, для обсуждения. Может быть, сочтет кто-то, что не все так однозначно и может быть иначе. Слово. Бараном заканчивает. А все уже, да, мы уже. Татьяна Максимчук, основатель и руководитель специализированной компании «Бухгалтеры». Я у нас была в гостях. Прошу прощения. И Ксения Шамова, координатор диктанта. Владимир Сметанин, Дарья Допузлива, прощаемся. Спасибо. До свидания.